Приветствую вас! Меня зовут Валентин, вы на канале Мика Арчер и сегодня будет небольшой разговор про голый лук. Сразу хочу сказать, это видео немножечко предварительно, я готовлю более обстоятельный материал, но рождается он в муках и скорее всего пройдет еще немало времени прежде чем он выйдет. Поэтому пока сделаем такое видео, заодно соберу вопросиков, чтобы в следующий раз видео было более качественным и охватывало все аспекты. Итак, голый лук. Прежде всего вы должны запомнить, что это название дивизиона, барбол, в котором стреляют из луков без обвеса. То есть запрещены любые глушилки, кисеры, любые отметки на тетиве, кроме как седло или отметка для хвостовика, только это разрешено. Выше упора никаких отметок, никаких рисунков, никаких меток. Если вдруг производитель чего-то на верхнем плече нарисовал, закрашиваем, заклеиваем, нельзя. Разрешены нормальные полочки, в том числе настраиваемые, разрешен плунжер. Ну, собственно, олимпик без обвеса. Единственное, в разных федерациях, прошу прощения, есть разногласия насчет использования и неиспользования стабилизаторов. Хотя сейчас вроде сошлись на том, что все стабилизаторы запрещены, в том плане, что запрещено использование демпферов каких-либо. То есть именно полноценные стабилизаторы. Есть грузы, есть грузы с выносами. Чаще всего просто груз, и чтобы вся эта конструкция проходила через со снятой тетивой кольцо диаметром 12 см. Ну, потому. Вообще и фашные, и фитрашные чуть-чуть отличаются. Есть, помимо чистых олимпиков без обвеса, специализированные рукояти. Для этого в них можно набирать много разных, в том числе достаточно тяжелых грузов, для того, чтобы сбалансировать, утяжелить ее определенным образом. Такая вот штука. Но это не принципиально. В принципе, голый лук – это любой лук без обвеса. Английский, монгольский, традиционный, хантер-рекурф. Если нет глушилок, отметок и прочего, да, можете запросто идти в дивизион. Но смысла в этом нет, потому что для этих луков есть свои дивизионы, и соревноваться с более высоким достаточно сложно. Смысла нет. Итак, лук. Как же нам стрелять, и в чем особенности этого дивизиона? Сейчас объясню. Как целиться без прицела? Собственно, вариантов у нас несколько. Это или классическая инстинктивная стрельба. Но в этом смысла нет. В основном только стреляют в историческом дивизионе. Есть более интересный, чуть более точный вариант. Это так называемый гап-шутинг. То есть мы беремся, мы наводим стрелу на мишень. Она располагается у нас четко над глазом. И в зависимости от расстояния от наконечника до мишени, мы уже выбираем прицел. Цель чуть дальше, наконечник смотрит прямо на мишень. Цель ближе, а это расстояние увеличивается. Чаще всего используют с хватом три под. И очень широко используется в основном в хантере курве, в традиционном дивизионе. В принципе, барабовщики так часто стреляют на 18 метров. Дальше. Существует еще метод, который называется фейс-бокинг. Мы здесь дистанцию меняем изменением прикладки. Например, близкие цели мы будем стрелять, прикладываясь к виску. Цель чуть подальше, мы прикладываемся к скуле. А если мишень совсем далеко, то мы уходим вообще под челюсть. Тоже такой себе метод. Есть комбинация этих методов. Видел одного, не то шведа, не то швейцарца, где-то показывал, попадался мне по телевизору. Совершенно дикий метод. У него хвостовик всегда находится вдоль глаза. И меняя прицел, он меняет еще и прикладку. Иными словами, разные методы можно комбинировать в зависимости от ситуации, от ваших предпочтений, от вашего опыта, от ваших особенностей стрельбы. Но у барыбового есть визитная карточка. Это метод стрельбы стринг-вокинг. Или вокинг-стринг. Вот эта вот прогулка по ТТВ, это действительно визитная карточка дивизиона. Потому что подобный метод стрельбы, например, в историческом или в традиционном классе банально запрещен. Так стреляют в основном только барыбовщики. Поэтому часто путают название дивизиона и метода стрельбы. Итак, в чем фишка? Запомните, это основа. Хвостовик у нас находится всегда в одной точке на ТТВ. Прикладка происходит в одну точку. В одну и ту же точку, во всяком случае. Наконечник стрелы мы заводим на цель всегда одинаково. Он служит нам мушкой. Кстати, именно поэтому по возможности стрелы надо брать как можно тоньше. Поверьте, это действительно удобно. А дистанция меняется методом изменения точки хвата за ТТВ. Чем дальше наша цель, тем ближе мы к хвостовику. Чем ближе наша мишень, тем ниже от хвостовика мы опускаемся по ТТВ. Допустим, я стреляю в такой технике 18 метров. У меня, ну даже не 18-10 на этом луке. У меня стрела, наконец, хвостовик стрелы будет практически у глаза. Я не вижу даже древкострелы. Но если я буду стрелять дальние дистанции, мой прицел изменяется. И здесь есть такая фишка. Чтобы всегда четко отступать на одинаковые дистанции определенным образом, мы используем специальным образом размеченный напальчник. Он может быть разрезным, может быть цельным. Это не суть важно. Главное, на нем должны быть отметки. Как производится прицеливание? Взяли наш напальчник, подвели плотно под хвостовик. Отметили нужное количество делений. Ногтем большого пальца сделали отметку на ТТВ. И закладываем наш напальчник под верхним краем на выбранную метку. Пристрелка происходит абсолютно индивидуально. Почему? Потому что у вас прикладка, ваша прикладка может быть разной. Техника стрельбы используется разная. Луки у нас разные, стрелы у нас разные. Поэтому, как произошла пристрелка. Подошли на 3 метра. Встали. Растянулись. Отстрелялись. Собрали кучу. Определили, какая вам отметка подходит. В блокнотик записали. Кстати, на напальчнике могут быть только отметки. Никакие надписи, никакие рисуночки не допускают. Судьи так решили. Отошли на 5 метров. Обычно там на полсантиметра, на сантиметр. Опять-таки, в зависимости от лука на стрел. Поднялись. Снова прикладываемся. Снова стреляем. И так отходим, отстреливаем всю дистанцию. Конкретно сказать, сколько, куда отпускать, отпускать нельзя. Это индивидуально. Сами будете находить, перед сами будете пристреливать свою матчасть. Дальше. По борьбу. По лукам. Здесь скорость роляет. Поэтому стрелы покороче. И, внимание, скорость побольше. Но это, что касается полевых стрельб в зале. Ну, вообще, ситуация та же самая, что и в классике. Стреляем на улице. Тонкие, легенькие стрелы. Оперение там, не знаю. Spin-win. Тому прочее. В зале стрелы потолще, подлиннее. Натуральное перо. И так далее. Теперь, внимание, очень важный момент. Как инстинктивщик, допустим, к тому же стреляющий деревом и часто разнобоем, я не вижу разницы между длиной. Если стрела весят одинаково. У нее одинаковый динамический спайн. Одинаковый баланс и одинаковая аэродинамика. А это возможно, поверьте. То летят они, по сути, почти одинаково. На классике, вот вы стреляете 28-дюймовыми стрелами. Взяли комплект 30-дюймовых. Но в остальном они одинаковые. Ваш прицел может даже не измениться. Ну, или измениться очень мало. А вот в барабову вы сейчас увидите один очень интересный прикол. Значит, я беру, по-моему, 29-дюймовую стрелу. Так, отступать буду побольше, чтобы было лучше видно. И целюсь в одну и ту же точку. Вон там гаражи, стена, никого нету. Вот. Оп. Видите, я прицелился. А теперь мы возьмем стрелу по длине. Устанавливаем в ту же самую точку. Та же самая точка. Видите, как изменился прицел? Сам угол. Иными словами, прикладка и длина стрел для барабову значат намного больше, чем в других луках. Да, разумеется. Техника стрельбы, культура выстрела, одинаковая прикладка и тому подобное важны в любом луке, в любом дивизионе. Но здесь это важно, можно сказать, в квадрате. Ну, ладно. Суть моего видео. Барабов. Название дивизиона. По сути, стреляют из олимпиков без обвеса. Самая главная фишка. Барабовщикам разрешено использовать метод стрельбы, который называется перебор по ТТВ. Стринг-вокинг. При помощи этого способа мы при одинаковой прикладке, соответственно, одинаковом вытяге, одинаковом положении наконечника стрелы относительно мишени можем достаточно точно выставлять нужную нам дистанцию и метко стрелять. Вот такой вот предварительный выпуск. Ах, да, еще очень важный момент. Ветер мешает, но надеюсь, будет слышно. Относительно стрельбы из луков, не предназначенных для этого. Вот у меня 67-дюймовый олимпик, который мне, человеку роста метр семьдесят, вполне себе подходит. Если вы надумаете стрелять из какого-нибудь Хантери Курва или традиции, это будет очень фиговая идея. Потому что чем короче лук, тем нижнее, ну, перебор по ТТВ сильнее влияет на нижнее плечо. По большому счету луки будут достаточно сильно брыкаться, стрелять откровенно не точно, и есть немалая вероятность, что вы этот лук сломаете. Поэтому ваши эксперименты на неподходящем матчасти целиком и полностью на ваш страх и риск. Более того, я коснусь этого вопроса в других видео, даже настройка лука для барабов в значительной степени отличается от настройки олимпика. Ну, в таких луках смысла особого нет, но если у вас нормальный полноценный лук с регулируемыми карманами, обычно нижнее плечо чуть-чуть расслабляется. Не знаю, не уверен. Мало у меня опыта, чтобы сказать это однозначно. Более опытные люди говорят. Однако, что я заметил, лук очень хорошо стреляет, когда базы выставлены в ноль одинаковые. То есть лук настроен на стрельбу схватом трипод. Вот, собственно, что я хотел до вас донести. Я очень рассчитываю на ваши вопросы в комментариях. Я увижу, что вас интересует, какие вопросы есть, что вам непонятно, что надо изменить. И надеюсь, через недельку, через две будет более обстоятельный, красивый, полный выпуск. Еще раз большое спасибо за внимание. С нами был Валентин на канале, Мика Арчер. Не забудьте подписаться, чтобы увидеть следующее видео. До новых встреч. Пока.